Акции, которые продолжаются уже третьи сутки, и акции по своему количеству, по своим масштабам не имеют аналогов. За всю историю, в частности, Хабаровского края такого не было никогда. Если мы возьмем с вами регионы, все, что за МКАДом, я думаю, что и в регионах таких акций никогда не было. По разным оценкам, до 40 тысяч участников, соответственно, только лишь на митингах в Хабаровске, невзирая на то, что митинги проходят еще и в других уголках Хабаровского края, в поселках, в городах, в районах. И в целом мы можем сказать, что слово единодушие, слово солидарность, это то, что, собственно, сегодня царит в Хабаровском крае. Это образец, это символ сегодня для всей страны. Я думаю, что нету регионов и, соответственно, населенных пунктов, нету сознательных граждан, которые бы не были сегодня солидарны, не высказывали бы слова поддержки и не называли бы вот этих людей, которых вы сейчас видите на своих экранах, на телефонах, на компьютерах, не называли бы, кроме как молодцы, и что, собственно, это очень круто, это очень смело, это очень правильно, это единственный выход, и люди не боятся сегодня выходить и высказывать слова поддержки и слова солидарности. Ну, собственно, началось все, как я сказал, два дня назад, сегодня третий день, значит, на митинг вышли десятки тысяч человек и, собственно, произошло шествие по центральной улице до, собственно, главной площади Ленина. Там, собственно, протестующие невольно перекрыли, собственно, улицу, в частности, улицу Ленина и около администрации, около здания администрации, ну, собственно, организовали митинг, выступали, скандировали, собственно, свои лозунги, важные мысли. Ну и вот это вот все, собственно, сейчас вот на экранах мы видим в качестве неопровержимых доказательств. Самое примечательное, что площадь, на которой, собственно, вот происходило это огромное по своей масштабовой массовости мероприятие, площадь была отцеплена, то есть площадь была обнесена забором, и там должны были проводиться работы, связанные с противодействием коронавируса. Я думаю, что это, конечно, все туфта самая настоящая, но, тем не менее, протестующих это не остановило, люди просто смели этот забор. Примечательно, что полиция, которая находилась, конечно же, на площади, ожидали протестующих, она никаким образом не противодействует, не бьет, не арестовывает, не ластает. И, на мой взгляд, это, ну, очень-очень правильно, это показатель именно грамотной позиции местных руководителей, значит, Министерства внутренних дел, которые, ну, понимают, что подобная провокация, да, подобная, соответственно, искра, вспышка, она может очень плохо кончиться. И 40 тысяч человек на улице, это нифига не шутки, да, там нет силы, которая могла бы им противостоять по-настоящему. Поэтому то, что МВДшники, собственно, заняли такую позицию, это, на мой взгляд, очень-очень правильно. Мы должны сказать также здесь, что эти акции протеста, эти митинги идут в том числе и ночью. Сейчас в Хабаровске 2 часа ночи, и даже сейчас, вот, собственно, у меня был прямой эфир в Инстаграме перед Ютубом, да, за полчаса. И подписчики из Хабаровска говорят, что до сих пор люди стоят на площади, людей очень-очень много, а завтра, как вы понимаете, рабочий день. И, несмотря на все это, люди все равно готовы отстаивать свои права, не хотят идти на поводу у федеральной власти, у Москвы, у, собственно, всех вот этих вот решений, о которых мы сегодня с вами еще поговорим. Поэтому я сразу выскажусь, и я, собственно, ни для кого не тайно, я говорил об этом ранее, я не являюсь сторонником Сергея Фургала, несмотря на то, что в Хабаровске пишут, что люди говорят, что он там делает хорошие вещи, я не могу это оценить. Я, собственно, проживаю совершенно в другом регионе, но охотно верю, да, что пусть даже так, но, тем не менее, даже я, несмотря на то, что я других политических взглядов состою в другой партии, вынужден и обязан считаться с мнением населения, народа, который выбрал Фургала в качестве губернатора. Да, это было протестное голосование, да, соответственно, люди голосовали для того, чтобы не пустить жуликов из Единой России в руководство на самый высокопоставленный пост Хабаровского края, но и это решение тоже, собственно, обязательно для меня, да, потому что это воля людей, если только эти выборы не были сфальсифицированы, что, конечно же, я не то, что не могу утверждать, я уверен в обратном, да, напротив, да, Единая Россия хотела бы их сфальсифицировать, но благодаря высокому уровню протестного голосования, солидарности людей, они, собственно, смогли добиться, что Единая Россия из этого региона ушла, да, и, собственно, на место пришел Фургал. Тем не менее, давайте будем честны, я понимаю, что огромное количество людей в этих протестных акциях поддерживают Сергея Фургала и скандируют, собственно, лозунги за его освобождение и так далее, и я неоднократно говорил и, собственно, убежден в этих вопросах, что мы выступаем против репрессий независимо от фигуры, от лица, от того или иного политика или там должностного какого-то лица. В первую очередь, потому что сегодня вот этим процессом давит не только самого Фургал, но и давит все российское общество, да, потому что вот эта атмосфера всеобщего гонения, атмосфера, когда, ну, собственно, все живут в страхе, боятся и не хотят лишний раз открывать рот, высказывать недовольство, потому что по этому явному примеру, да, все примеряют на себя эти наручники, эти камеры заключения, эти судебные процессы и так далее. Поэтому, конечно, правильно здесь говорить, что сегодня общество должно объединяться, да, в том числе, как вот в Хабаровске большое-большое количество людей вышли как раз против кремлевского вот этого беспредела, да, самого настоящего. И если мы говорим о аресте Фургала, мне вот люди пишут, они говорят, Коль, ты не можешь утверждать там, что он этого не делал, потому что он мог этого делать, или напротив, да, ты должен утверждать, что он невиновный, я не имею здесь своей позиции, да, лишь по той причине, что в этом вопросе должен разбираться суд. Наша с вами задача добиться законного, реального, значит, решения суда, приговора, или там обвинительного, или оправдательного, объективного, принятого на основе норм права, а не указки президента, там, или его администрации, или правительства, или каких-то других там высокопоставленных чинов, там, аффилированные к партии Единой России и так далее. А добиться это можно только лишь в условиях, что этот процесс будет гласным, публичным и, самое главное, открытым. Собственно, протестующие в рамках всех этих протестных акций требовали, да, чтобы губернатора Фургала привезли в Хабаровский край и судили в Хабаровском суде, не в Москве, да, собственно, там, где легче на это влиять, а непосредственно в регионе, потому что, ну, это даст дополнительную возможность эти вопросы контролировать, да, и, соответственно, быть, в конце концов, услышанными, в том числе и протестующим, да, что они будут услышаны, их активность будет совершенно другие итоги иметь. И, на мой взгляд, это абсолютно правильное решение, то, что сейчас этот суд закрыли, это, конечно, беспредел полнейший, да, и, ну, на меня лично наводит массу вопросов, но мы сейчас еще об этом с вами поговорим. Ну, собственно, вместо диалога с протестующими, он, конечно, ну, если так можно выразиться, в какой-то небольшой форме состоялся, к протестующим вышел заместитель председателя правительства, его сразу же освистали, да, и он, собственно, ретировался, ушел ни с чем, да, потому что, ну, конечно, людям, которые разъярены, да, вот этим бардаком, беспределом, попытками, значит, вот этого губернатора, да, который в результате протестного, настоящего протестного голосования пришел к руководству региона, вот таким вот образом взяли и убрали, значит, вместо диалога с протестующими в интернете огромное количество этому свидетельств, об этом пишут, в том числе, уважаемые информационные агентства, в регион стягивает ОМОН, в регион стягивает Росгвардию из соседних регионов, потому что, ну, конечно же, если, собственно, 40 тысяч человек участвуют в протесте, это, грубо говоря, каждый 15-й житель региона, то есть, города Хабаровска, да, каждый 15-й человек, вы вдумаетесь, естественно, какая Росгвардия, какой ОМОН будет выходить и бить их дубинками, потому что, ну, вы понимаете, при таком большом количестве участников там есть родственники или друзья или знакомые у каждого, абсолютно каждого Росгвардейца или каждого представителя МВД, ну, естественно, да, они просто не будут выполнять это решение, несмотря на то, что от них будут это требовать. Помните, некоторое время назад, несколько месяцев назад, когда в Ингушетии были массовые протесты, собственно, также стягивали Росгвардейцев и правоохранителей с соседних регионов, потому что местные просто отказывались, им давали команду, да, идите, бейте, а они просто, собственно, не исполняли это решение, потому что также перед ними уважаемые, знакомые, близкие им люди, и, естественно, это для власти очень большая, очень большая проблема. Между тем, руководителю пресс-службы губернатора Фургала стали поступать угрозы, значит, от лиц, которые аффилированы с правоохранительной системой, требовали прекратить трансляцию всех этих митингов, шествий, протестов с аккаунтов, официальных аккаунтов, собственно, губернатора, да, и руководитель пресс-службы заявляет и высказывает опасения за свою безопасность, переживает, что ее в ближайшее время задержат, вот как заявили вот эти вот граждане, которые давление оказывали, угрозы эти высказывали, значит, что они могут вот все эти действия воспринять как призывы, незаконные призывы к участию или к организации этих протестных акций, несанкционированных протестных акций, вот, ну и это, конечно, тоже тема выпиющая, да, потому что я здесь не вижу ничего дурного, и он пока еще губернатор действующий, его никто не лишал этих полномочий, и, собственно, это его официальная страница, и это, мне кажется, социально значимый вопрос, почему бы там это дело не транслировать, это что, неинтересно людям, или это, может быть, не касается жизни региона, но, с другой стороны, мы понимаем, что сегодня для власти митинги, безусловно, имеют очень большую опасность, они страшны для них, но еще более страшны, это заразительный пример, да, это, вот, это резонанс и информационная шумиха, которые поднимаются вокруг таких протестных акций, когда весь этот скандал, весь этот протест выходит за границы, за пределы данного региона, и, собственно, люди из Москвы, там, или из Пензы, или из, там, Краснодара, Владивостока, из Саратова видят это, и говорят, слушай, какие молодцы, ведь у нас же тоже куча проблем, ведь мы же тоже, значит, могли бы объединиться, а нам говорили, что это невозможно, а вот посмотрите, как это, посмотрите, как это вот работает, ну, значит, и у нас так может быть, и вот это, конечно, для власти смерти подобно, именно это является причиной того, что, собственно, эти угрозы, да, и попытки давления имеют место быть. Само же МВД значительно занизило, значит, количество участников, ну, вы видите, да, просто картины, которые, ну, поражают воображение до горизонта, просто протестующие люди, не видно им конца и края, ну, произошла такая коллизия, конфуз интересный, естественно, мы должны понимать, что МВД всегда занижает данные участников для того, чтобы маргинализировать все это движение, протест, да, потому что если в нем участвует каждый 15 человек, это уже серьезная движуха, да, если там, условно говоря, 2-3 тысячи человек, ну, что, ну, да, это много, но это нифига не 30-40 тысяч человек, да, и, собственно, они делают это постоянно, и здесь произошел такой конфуз, региональные структуры управления МВД дали цифры значительно заниженнее, да, ниже, чем это официально, а вот официальное заявление Министерства внутренних дел Российской Федерации, то есть уже на федеральном уровне, занизило значительно ниже, чем их коллеги из, соответственно, Хабаровского края, то есть, понимаете, да, им прислали ложь, а те говорят, не, подождите, надо еще сильнее, давайте, если уж врать, то врать конкретно. В результате занизили в 10, а то и более раз, что, конечно, говорит, что власть очень себя боится, переживает и вынуждена просто врать, искажать реальность, вот, для того, чтобы, ну, как-то это дискредитировать, показать это с такой неудобной для них стороны. Ну, интересно, конечно, безусловно, что заявляет представитель ЛДПР, господин Жириновский, который, конечно же, в стороне не остался, было просто невероятно сильное выступление в Государственной Думе, я привык к этим выступлениям, я знаю, что они лживые, потому что Жириновский, ну, собственно, имеет такую роль, да, такую функцию, пойти, собственно, покричать, и на этом выйти таким молодцом, борцом, значит, с острым словом, смелым, принципиальным. Почему, собственно, я говорю, что это все вранье и профанация? Потому что за словами ничего дальше не идет. Ну, то есть, если ты, соответственно, такой борец и такой, значит, борец за права людей, да, и готов на это, значит, идти до конца, ну, иди на митинг, иди на протест, иди, соответственно, в воде людей у тебя большое количество сторонников, много людей за тебя голосует на президентских выборах или за твою партию по стране, да, ну, вот это же, ну, точно большое количество людей. Может быть, это не, там, большая часть страны, там, или, там, невесомая, но она точно, точно эти сторонники есть, и они пойдут защищать. Почему в конечном итоге митинги стихийные? Почему мы, собственно, видим, да, участников, которые несут слова в поддержке, там, не знаю, там, фургалу или критику в отношении президента Путина, которого, собственно, скандировали десятки тысяч человек, отправляли его в отставку, но нету, соответственно, ни одного представителя, там, ЛДПР со своим флагом или просто с символикой, чтобы люди знали, что ЛДПР своих не сдает. Здесь же, напротив, Жириновский вышел, вот, сказал очень серьезные фразы, вот, только вдумайтесь, он говорит, мы вам конституцию, а вы нам наручники. Это действительно фраза с очень глубоким смыслом. Владимир Вольфович Жириновский, типа оппозиционер, руками и ногами продвигал путинские поправки, которые позволили президенту обнулить свои сроки. Продвигал, был защитником. Представляете, ну, просто репутационно, насколько это больно было, насколько это тяжело. Ну, Жириновский же понимает, да, для чего это нужно. Он понимает, как люди к этому относятся. Однако, в рамках вот этой порочной политической системы, которая сложилась в нашей стране, ну, ему уготована вот такая вот роль, такая вот участь, да, вот этот авторитет и репутацию, которую он себе своими криками в Госдуме, дальше которых ничего не идет, да, никаких протестов, никаких, значит, организаций людей на улицах, что действительно является таким апогеем, да, главной целью, задачей для любого оппозиционного политика. Дальше этого ничего не идет. И, соответственно, Жириновский сливает в канализацию всю свою репутацию и авторитет, которые без этого были не очень высокие. И после этого, соответственно, Фургалу, который, ну, давайте будем честны, это вообще была главная его козырная карта всей партии, потому что назвать еще одного видного ЛДПРовца, ну, я думаю, вы просто не сможете, ну, таких просто нету, да, тем более федерального масштаба. Что уж говорить, в рамках вот этих выборов, да, протестных выборов, рейтинг Фургала вырос очень значительно, и он стал известен не только в рамках региона, где он являлся депутатом Государственной Думы, два созыва депутатом регионального парламента, созыв, собственно, его, о нем услышали и другие регионы, что, конечно, очень серьезная движуха. Так вот, собственно, Жириновский говорит о том, что, говорит, вы нам наручники, и дальше грозит, вы вдумайтесь, в Думе Жириновский грозит власти революцией. Это вообще просто взрыв мозга. И, значит, после всего этого он говорит, что они готовы сдать мандаты не только в Госдуме, по всей стране, они готовы организовывать, значит, выходить, организовывать людей на улице, и только заканчивается выступление, и все, и они дают заднюю. И Жириновский уже сразу, ЛДПР заявляют, просто открестились от вот этих митингов, они говорят, мы, говорит, к этому не имеем никакого отношения, мы, говорит, вообще, говорит, не готовы к уличным несанкционированным акциям протеста. Жириновский, ЛДПР, это же просто бредятина. Вы власти угрожаете революцией, а потом говорите, мы, говорит, ничего не санкционировано, ни в коем случае организовывать не будем. Что это за чушь-то? Ну, какую они хотят реакцию услышать от общества, от населения? Ну, очевидно же, да, что это просто карманная организация, которая абсолютно лояльна к власти, которая любые усилия готова приложить, лишь бы хозяева были уверены, что те под контролем и готовы, собственно, безропотно принимать любую волю царя, да, и, собственно, бояр там наверху. Помимо всего прочего, вот эта тема со сдачей мандатов, это, конечно, очень круто звучит, но вы сдайте. А что вы не сдаете-то? Если ты хочешь быть крутым, будь крутым до конца. Если ты заявляешь, что вы готовы, значит, сдавайте. Люди вас оценят просто максимально. Для вас это серьезная движуха. Ну, естественно, все это говорится с точки зрения сохранить, значит, репутацию при вот такой, ну, абсолютно пораженческой личной позиции. Но это просто хорошая мина при плохой игре. Вот что это такое. Потому что Фургала продолжают, значит, держать в местах заключение, а, соответственно, Жириновский выступил, все, дальше разошлись, будем делать вид, что все нормально, мы его, говорит, из партии не исключим. Еще бы вы, блин, его из партии исключили вообще просто, я думаю, что негодование было бы максимальное. Хотя, наверное, выше вот так представить нельзя. Собственно, Следственный комитет Российской Федерации, пресс-секретарь заявил о том, что весь этот процесс, это борьба с декриминализацией Дальнего Востока. Собственно, ну, они его сейчас с Фургала проверяют на причастность к другим особо тяжким преступлениям. Но, собственно, заявили вот следующее. Благодаря правильной следственной тактике соучастники этого, соответственно, заказного убийства дали показания, собственно, на губернатора Хабаровского края. Также у них есть показания свидетелей, потерпевших и так далее. Я на этом этапе задаю вопрос. Подождите, этот человек, он не с Луны прилетел, он был дважды депутатом Госдумы, был депутатом их регионального парламента. То есть на момент выдвижения его в, собственно, на пост главы региона, правоохранители об этом знали, получается. Ну, то есть, если, соответственно, они там просто тактику поменяли, то есть они знали его причастность. И только сейчас мы, соответственно, узнали о том, что якобы, значит, вот он организатор. Почему мы раньше-то об этом не узнавали? Если правоохранительная система, да, работала в этом направлении, я вообще не понимаю, как можно расследовать убийство 15-ти или там 20-ти летней давности. Это, в принципе, бред какой-то. Что вы можете там на расследовать? Ну, ладно, там полгода, ну, год, я не знаю. Может, вы там ищете каких-то фигурантов, которые там от вас скрываются? Ну, не 20 же лет, ну, это же идиотизм самый настоящий. Значит, требования гласности, требования открытости всего этого судебного разбирательства, это то, что сегодня должно объединять людей независимо от политических взглядов. Если Фургал виновен, если он организовал эти заказные, значит, убийства или там другие тяжкие преступления, вы это докажите таким образом, чтобы у общества не осталось никаких вопросов. Если, соответственно, вы сделать это не сможете, то общество сможет это дело проконтролировать и увидеть, что на самом деле решение принимается политическое, что есть какие-то, значит, другие обстоятельства, которые мы, конечно, с вами не знаем, остается только догадываться. Жириновский заявил там о каких-то коробках с деньгами, которые тот якобы от него требовали куда-то возить. Мы, естественно, с вами только догадываться, нам остается, что на самом деле там финансовый интерес или не будем даже об этом говорить, это тайна, покрытая мраком. Тем не менее, если, соответственно, идет судебное разбирательство, его сейчас делают закрытым, в условиях, когда к этому делу притянуты взгляды миллионов людей, не меньше. Если мы говорим про Хабаровский край, если только 40 тысяч вышло на митинг, если взять еще другие города, другие там поселки, населенные пункты, то в целом-то это вообще огромная масса людей. Это не считая того, сколько людей хотели бы выйти, но не смогли. Сколько, соответственно, на самом деле это дело поддерживают или негодуют против этого беспредела, который чинит федеральная власть, Кремль. Ну и в конечном итоге, если это настолько массовый, резонансный случай, процесс, то как вы можете делать его закрытым? Просто какая цель-то? Что вы преследуете, когда, соответственно, у вас судья принимает решение о том, что никто ничего не узнает? Для меня, как для юриста, это не очень понятно. Я согласен, есть категория дел, когда там дети, например, пострадали, или там какие-то, ну, разные бывают ситуации, но здесь, в данном случае, я просто не могу дать объяснение, почему, собственно, принять такое решение, за исключением того, что власть боится, что, собственно, что-то пойдет не так, кто-то что-то больше узнает от этого всего. Но, в любом случае, я как человек, который этими делами занимается профессионально, я имею в виду, собственно, протестные акции и вся это общественное негодование, да, независимо от региона, я скажу, что вот эта форма защиты, которую взяли для себя жители Хабаровского края, это самая лучшая, самая прогрессивная, самая эффективная, собственно, форма, которую люди только могут взять на вооружение. Главное, да, чтобы этот протест был легальным, потому что я уверен, что власть бы очень хотела, чтобы внутри нашлись какие-то провокаторы, которые сейчас призвали там что-то рушить, что-то там, не дай бог, там сжечь и так далее. И тогда будет полное моральное право заявить о том, вот посмотрите, какое истинное лицо у протестующих, вот посмотрите, какие они, да, и смешать это все с грязью. То, что вот эти протесты возникли сейчас, ну согласитесь, ничто не предвещало этого. Буквально несколько дней назад Хабаровский край, равно так же, как Саратовская область и другие регионы с точки зрения протестного потенциала были такие, ну не очень, не очень активные, да, а сейчас вот так по щелчку пальцев общество взорвалось. Это на тему того, как вы говорите, да, когда все будет, никто не знает, это может произойти в любой момент. Может сейчас выйти президент Путин, сказать что-то не то, и такие протестные акции будут, собственно, по всей России организаторами будут, опять же, представители власти, которые, ну просто не дают людям жить спокойно, не дают им заниматься своими любимыми делами и просто провоцируют их на то, чтобы была какая-то там протестная активность, какой-то потенциал рос в этом направлении.